И вот он, великий разрыв. Я привожу пару вообще стереотипичных картинок. Что обещает вам Сбербанк? Сбербанк вам обещает, что мы инновационная компания. Чем по сути является Сбербанк? И инновационной компанией тоже спойлер, но вы в реальности сталкиваетесь иногда не совсем с блокчейном, как бы. Не совсем с машин-леунингом. И вот этот как бы разрыв, вы его на самом деле наблюдаете всегда и везде, потому что приходите на полочку, вам пишут соус из стопроцентного томата. В смысле из жмыха, в смысле из его отжима. И как бы разница между промис и продакт, она везде всегда существует. Где-то она меньше, где-то она больше. Это вот все мемасы ожидания и реальность. Это все про вот этот разрыв между промисом и продуктом. Ну да, ведь да. Может ли этого разрыва не быть? Как по мне, плохо, когда этого разрыва нет. Потому что это значит, что мы даже сами себе ничего большего не обещаем, кроме того, что умеем делать. Ну это мы такие, как бы, мы делаем гречку, и она как бы стоит 50 рублей. И как бы это гречка за 50 рублей, как бы. И вот обещали гречку за 50 рублей, и мы получаем гречку за 50 рублей. Это, то есть мы больше ничего в этой жизни делать не хотим. Мы сами никуда не развиваемся. Пока не приходит владелец и не говорит, давайте делать гречку отборную за 100 рублей. Все такие, оба. Да, это развитие какое-то. То есть, если людям не давать вот этого, как бы, разрыва, ну вообще компаниям не давать разрыва, то получается очень плохо. Бывает, наверное, когда разрыв еще вообще отрицательный. То есть, промис никакой. Приходишь, а продукт хороший. Бывает такое, да, что ты приходишь, ничего не обещаешь, а тебе вкусно. Это значит, что как бы команда на промисе тоже очень недоработала. То есть она на самом деле могла бы обещать, но этого не делает. И разрыва этого не делает. И люди, которые там работают, они себя недооценивают. Это же тоже плохо, потому что люди, это номер один фактор. Плохо, что люди себя недооценивают, и они не обещают ничего большего. И они вообще стесняются, у них комплекс самозванцев или всякое такое. Это все тоже плохо влияет на команду, которая делает этот продукт. Поэтому разрыв будет всегда. Наша с вами работа в двух вещах заключается. Первое, это его сокращать. Всегда сокращать разрыв между продуктом и промисом. Второе, двигать промис вперед. То есть обещать лучше, обещать больше, обещать качественнее, обещать точнее, обещать аккуратнее. При этом люди, которые остаются... Да, у меня есть еще один, да, кстати. Пример. Классно? Это еще хороший вариант. Ну такой, как тебе сказать. Конечно, да, может приехать и собака, наверное, за рулем. Но это тоже не еще такой. Нет, имеется в виду, что промис такой, вызывайте улыбку, и ведь он вам правда улыбается, он рад вам. Почему нет? Да, есть позиции, когда вы такие, как бы, мы работаем вот здесь. И это на самом деле тоже позиция. У нас есть, ну там, мы же консультируем компании, да. И вот этот, как бы, разрыв, он нас всех всегда беспокоит, потому что, ну что значит, мы приходим, мы, наверное, сделали красивый бренд, классный инструментарий, отдали. Он плохо применяется, продукт его не догоняет, мы бомбимся, сидим, пьем крепкоалкогольные напитки, нам плохо и всякое такое. Но, как бы, правда в том, что иногда мы говорим, ребят, мы даем вам инструмент, вот наша задача дать вам инструмент. Вы уже этим инструментом пользуетесь, как хотите. Но, если мы будем только вот здесь, разрыв будет, наоборот, увеличиваться, пока не наступит такой феномен в маркете, как оверпромисс, да, что мы, как бы, обещаем то, что вообще не даем. И это очень плохо, потому что негативный опыт, социальные сети, все ругают. Я стараюсь матом не ругаться на сцене. Все ругают и всякое такое. У меня все. Между прочим. Спасибо. 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 Спасибо.